Известного среди мигрантов из Узбекистана блогера и правозащитника Джурабека Омонова депортировали из России две недели назад. Там он оказывал юридическую помощь соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации. Месяц назад в таком же положении оказался он сам. 18 сентября в квартиру в Москве, где он жил, пришли силовики и доставили его в участок. Сотрудники ФСБ меня спросили, мол, зачем я обучаю мигрантов их правам. Сказали, нам не нужны такие умные мигранты, как вы. Приезжай, работай, но не надо тут свои права качать. Сотрудники ФСБ, по словам Омонова, потребовали удалить все видео, которые он публиковал в своих Ютуб и Телеграм-каналах Сюянч. Когда я сказал, что не удалю видео, они пригрозили. Сейчас мы вызовем свидетелей, если хочешь, сразу четверых. Откроем уголовное дело так, что ты получишь минимум 8-10 лет за торговлю наркотиками. Рядом со мной сидел человек по 105-й статье. В России это статья убийства. Они хотели повесить его преступление на меня. Все документы уже были готовы. Они хотели, чтобы я уехал из России. Я им сказал, хорошо, я куплю билет и уеду. Тогда они предложили другой вариант. Если хочешь, можешь пойти на войну добровольцем. Тогда у тебя будет шанс остаться в России. Я ответил, нет, лучше я поеду в Узбекистан. По словам правозащитника, сотрудники силовых структур угрожали и заставили его сняться на видео, в котором он просит прощения у полицейских. Вот эти кадры. Я некоторый момент снимал на видео полицейским и обидел, некоторые плохое слово сказали. За это меня простите, пожалуйста. Я больше с этой вещью не занимаюсь и не снимаю. Извините меня. Я вас обидел. Ради Аллаха меня простите. Это видео позже распространилось в телеграм-каналах националистов, которые обвинили Омонова в том, что он учил мигрантов якобы обходить миграционное законодательство России. Меня обвинили в том, что я проживал в другой квартире без регистрации, хотя у меня регистрация на год. Ту квартиру я въехал за два дня до этого, просто переехал. По закону я могу жить в квартире без регистрации неделю. Хозяин квартиры должен был прийти и зарегистрировать меня. Их обвинения не соответствуют закону. Джурабек Омонов в России жил с 2010 года. Работал там завскладом, но среди мигрантов был известен тем, что бесплатно консультировал их по правовым вопросам. Что делать, если незаконно задержали? Нужно ли передавать полицейским свой паспорт? Омонов также был волонтером в организации по правам человека Тонг Джахуни. Он помогал вызволять мигрантов из трудового рабства. Он не был нашим сотрудником, но он был одним из активных наших волонтеров. Что он делал? Когда мы получали сведения о том, что люди попали в рабство, он ехал вместе с нашими юристами освобождать их из рабства. Когда кого-то незаконно задерживали и нам сообщали об этом, я кидал это в группы. И он в числе первых звонил в отдел полиции и говорил тот текст, который мы ему говорили. В своей родной Бухаре Джурабек Омонов сейчас занимается скотоводством. Несмотря на это, он намерен продолжать оказывать бесплатную юридическую помощь мигрантам не только в России. Я хочу работать здесь. У меня есть планы. Если мне предоставят такую возможность, я продолжу свою правозащитную деятельность. Права наших граждан также нарушаются и здесь, в Узбекистане. Главное, чего я хочу, чтобы работал закон. Я буду оказывать бесплатную юридическую помощь и здесь. Омонов, кстати, одним из самых первых, два года назад начал рассказывать о вербовке трудовых мигрантов на войну в Украине. Тогда же он опубликовал видео, где сотрудники российского Минобороны призывают мигрантов подписать контракт в обмен на получение российского гражданства.